Когда проходят годы То, что считалось обычным, кажется невероятным Такова и судьба этого человека По следам жизни Леонида Красина Нас ведут его письма, воспоминания Рассказы друзей Его дела По имеющимся сведениям Леонид Красин за время проживания в Харькове Замечается в противоправительной деятельности И от таковой не думает это решаться Не думает Таково мнение полиции И из того же Харькова Из жандармского управления Никаких неблагоприятных сведений В политическом отношении О Леониде Красине За отчетный период не получено Не получено Кому же прикажется верить? Видите ли, вовсе, в Харькове не сложились отношения Между жандармским управлением и полицией Что-что? Я говорю, в Харькове не сложились отношения А в Баку Начальник жандармского отделения Полковник Лавров Докладывает о своих опасениях А его коллега из полицейского управления Утверждает, что Кассин безгрешен И так все восемь лет Десять, ваше христиство Что-что? Десять Господа, нашу выставку посетила Вера Федоровна Комиссаржевская Это наше чудо Станция электрической силы Набаилова мысу Грозятся весь Баку залить огнями скоро Прошу вас А это Несравненная Вера Федоровна Осмелюсь признаться Мои фотографические забавы Жду вашего суда Смена настроений А вы лирик Может быть в этом ваше настоящее призвание? Да я был бы рад Но столько тягостных забот А вот этими аппаратами мы снимаем Вера Федоровна Хотите отдохнуть? Благодарю вас, да Вы устали Пожалуйста, мой кабинет Простите Простите Бога ради за бесцеремонность Но вас так ревниво Опекает бакинская охранка В лице господина Лаврова Что решил воспользоваться Вашим уединением К тому же опасался Вдруг не представиться Другого случая Познакомиться с вами Позвольте это рекомендоваться Красин Бывший петербуржец Не раз аплодировал вам Не удивляйтесь Но я многое знаю о вас От наших общих друзей Кто же? Ну, скажем, Мария Федоровна Андреева Гарри Михайловской Прошу вас Позвольте быть вполне откровенным Вы должны нам помочь Вот так, Надя Я теперь вас вспомнила Мне говорил о вас Михайловск Литературный портрет Вполне соответствует оригиналу А, не верт Все это романтические сказки Я человек тактический Вот сейчас пришел Просить у вас помощи Не для себя Ну, для дной Назовем ее Ниной Я не любопытна Мне, очевидно, нуждается в средствах Да И в немалых Если бы вы согласились выступить На благотворительном вечере Ну, скажем В пользу Красного Креста В ход для избранных Билеты не дешевле 50 рублей Все будут счастливы А вы, конечно Согласны Согласны Вы ведь все решили Где мы устроим вечер Позвольте А что если в доме Полковника Лаврова Он, бас, кажется, души не чается Пора, мой друг Пора Покоя Сердце просит Летят за днями дни И каждый час Уносит частичку бытия А мы с тобой вдвоем Предполагаем жить И, глядь, как раз умрем На свете счастья нет Но есть покой И воля Давно завидно и мечтается мне доля Давно усталый раб Замыслил я побег В обитель дальную Трудов И чистых нек Пора, мой друг Пора Вы здесь, мой повелитель Простите, Вера Федоровна Но деньги придется собрать сейчас Как не вот Постарайтесь этого не замечать Вам поможет в этом господин Биеринг Оказывается, вы знакомы? Немного Я надеюсь, Леонид Борисович Не утаил от вас Своей популярности в этом городе Помните станцию на Баилово-Мысу? Так вот, это он Наш электрический бог Вы покажете мне ее? Буду счастлив, Вера Федоровна Леонид Борисович А я ведь о вас наслышан И не только от местных промышленников Но и от своего петербургского начальства Вы ведь, если не ошибаюсь Под гласным надзором состояли Да, после ссылки Вот-вот Тогда ты предошел этот курьезнейший случай Какой случай? В июне девятисотого Некто Красин Уезжает из Харькова в Москву Но по дороге исчезает на целых три года Кто мог подумать, что вы Самый видный Баку инженер И есть тот самый Красин Неужели меня искали? И так долго? Ведь живу я совершенно открыто имени Своим не скрою, вы же знаете? Да, да, да Позвольте полюбопытствовать, господин Лавров Почему вас заинтересовало мое прошлое? Ну как же Ведь вы подали прошение Разрешения вам въезда в Петербург и Москву А, да Я подал прошение Господину губернатору А что Разве есть какие-нибудь сомнения? Ах, Леонид Борисович, Леонид Борисович Теперь все сомневаются А мне-то ведь сам Бог велел Прошу вас Сударыня Вы не только гордость русского искусства Вы добрая фея Ангел И всюду, где взмахнет ваше светлое крыло Люди становятся лучше, чище, великодушнее Прошу вас Примите наш скромный дар Господа Господа Извините Но зачем же вот так Покупечески Благодарю Голландский экскурпиатор Оставьте хоть ленточку на камеру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Пошли. Скрывать не буду. Имён у него много. Профессии и титулов тоже не счесть. Как танцует, а? Ничего. Ну, за ваш приезд в цифлис, дорогой Леонид Борисович. Прошу. Ну, вот, Саша, получил по шее. Деньги отложить в банк один раз в неделю и всегда в пятницу. Уверяю вас, можно сделать экс и в тифлисе, и в кутырце. Вы знаете, сколько у меня есть идей? Пожалуйста. Садоваркацов. Пожалуйста. Запомните. Если будем работать вместе. Никакого бессмысленного риска. Никаких экспроприаций. Никаких эксов. Ну, без особой на то надобности. Деньги сейчас удалось достать. Вот первое задание. После ареста Ладохи с Хавели наши дела в Баку пошли хуже. В общем, все придется начинать сначала. ЦК предлагает скорейшим образом наладить печать искры в России. Для Нины нужны надежные люди знакомости по городским делам. Люди будут. Хорошо. Ну, а станок попробуем заказать через Аррор. Когда вернемся в Баку, придется Авелю поселиться в мусульманской части города. Купить дом. Обязательно с подвалом. Ну, и, конечно, переменить фамилию. И будешь ты не господин Янукидзе, а, скажем, Лежава. Лежава? Да. Ну, ничего. Плохо, что так холод господин Лежава. Придется его женить. О, начинается. Женить. А ты-то сам. У тебя же возраст критический уже для холостяка. Ты же знаешь, у меня особый случай. Сколько лет, как вы расстались с Любой? Десять скоро. Что-нибудь слышно о ней? Живет за границей. С мужем. Трое детей. Не забыл? Не знаю. Ну, ладно. Дадим тебе неделю срок. Женись. Или найди себе мамашу в теплице. Да построже. Мусульман не уважает послушных сыновей. Из двух вариантов выбираю второй. Пусть лучше меня усыновят. Судачный вас покупки, господа. Прошу. Ну и досталось бедному Саркису. Но слово есть слово. Фу, какая кислятина. Ты что, как в своем тифлисском духане водой разбавляешь? Зачем обижаешь? Ой, Саркис, Саркис. Какой был, такой и остался. Разве немцы так? Отправят дорогой товар. Смотри. Это новый станок, да? А это же твой дедушка. Ему сто лет. Не веришь? Не верю. Не веришь? Не верю. А квитанция? Вот. По этой квитанции получил. Печать. Правда? Ну, а если таможней надули, что делать? Полицию уйти? Да, обратитесь к властям. Пусть проверят. Но я вас не хочу подвести. Бедный Саркис, ты думал, мы не в ладах с полицией. Хотя известно, что господин Дежава лично знаком с самим губернатором. Я открываю типографию в Баку. Вот разрешение его превосходительства. Вы что, боитесь конкуренции господина Анасенца? Может, нам самим обратиться в полицию? Зачем? Зачем? Я пошучил, проверим. А мы пока подождем. Гостями твоими будем. Хорошо? А вино у тебя отлично. Это я так пошутил. Приехал. Не маленький. Маленький, но работает как зверь. 1200 оттисков в час. Значит, 10 тысяч экземпляров осилим, как обещали. Не сомневаюсь. На этом станке в бакинской типографии Нина самой крупной большевистской типографии в начале века печаталась ленинская искра. Отсюда она нелегально расходилась по всей России. ВОД OЛЕ В ДВЕШЬ, НИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте День добрый Пешков Красин Беонид Борисович Никитич? Никитич Так вот вы какой Признаться другим мне представлялись Ну а каким же? Да вот сидел здесь фантазировал Никитич, Никитич, Никитич И вдруг Барин Боюсь, что вас ждут и другие разочарования Я и существо весьма корыстное Везде я всегда прошу денег И никогда не отдаю Такая уж у меня планида Да, роль, конечно, у вас трудная И много ли требуется? Много Пришло время действовать Хорошие слова А не торопитесь, однако А если кто боится вашей скорости? Ну, значит, останутся те Кто действительно с нами Ну что ж Хватка у вас неплохая Боюсь, не устоит Савва Тимофеевич А, впрочем, Морозов Мужик непростой Сами увидите Ждем Ждем, Савушка Леонид Борисович Я тебе о нем рассказывал Ну, полагаю, лекции о Марксовой теории читать не будете Наслышан Нет, не буду Да, дело ваше считаю беспроигрышным Однако, конечно, нуждаетесь в оборотах Алексей Максимович мне все объяснил Позвольте, однако, полюбопытствовать, какая сумма требуется Чем больше, тем лучше Что-то ты поскушнел, Савушка А вы лучше с Горького побольше берите А то он извозчика за двух гривен и нанимает А на чей полтинник дает Разговоры о моих миллионах Легенда Основная владельца капиталов Моя матушка Мой личный доход с фабрики Тысячь шестьдесят Да Но треть этой суммы уже давно не моя Стипендии, красный крест, ну и художественный, общедоступный театр Не прибедняйся, не прибедняйся, фабрикант Ведь это на разжигание классовой вражды проще Ха-ха-ха Тысяч двадцать в год Устроит? Двадцать четыре лучше Не По две в месяц Хорошо А нельзя ли получить сразу за несколько месяцев? Пфф Именно? Ну, за пять Примерно Подумаем Смотри, не прогадать Революция штука Она ведь может тебя первого По затылку огреть Что тогда, а? Отдашь свою фабрику добровольно? А зачем? Фабрике всегда будет нужен хозяин Раздам паи рабочим Заинтересуй их прибылями Чепуха Дурацкие бредни Роберта Уэна Не глупый был Фабрикант Но глупо кончил Спиритизм А меня спиритизмом не возьмешь Я старообрядец Чудак ты, Савушка, не пойму Не пойму я тебя Ты же сам знаешь Революции фабрикант не нужен Знаю, Леша, знаю Мало ли других дел Организую издательство, газеты Ты же умный человек А кому Мой ум нужен? Я не гидро Я умею делать только ситцы Странный он все-таки человек, Сав Тимофеевич Я странен А не странен кто ж Я ведь купец Но еще с мельцой Не поможешь, барин Из больницы я Нечем Терпеть не могу, пьяница Алексей Максимович уверяет Будто на Руси Все богатые семьи В третьем поколении вырождаются А я ведь из третьего Но вам это не грозит На другом тесте замешаны А почему не женитесь? Народили бы кучу детей В юности Полагал, что не имею права Я тогда ареста ждал Потом ссылка Сибирь Бог знает что Да А любили? Любил На письмо я написал Убеждал И связывает свою судьбу с моею Наверное, себя больше убеждал Как часто мы обкрадываем себя Особенно с молодым А я так Всю жизнь Любовь Васильевна, дома? Да, пожалуйста Благодарю вас Здравствуй, Люба Давно в Москве? Уже год А я вот меньше месяца У мужа дела за границей Но я так рвалась домой Ты не удивилась Моему приходу А ты не удивился Что я мать уже троих детей Я это знал Я все о тебе знаю, Люба Помнишь, когда-то у нас был уговор Говорить друг другу только правду Это было давно? Слишком давно, Леонид У меня такой нет Пропала при аресте В Казани Когда ты написал мне письмо То самое Я ведь приехала к тебе сразу А тебя уже нет В комнате полный разгром А на полу Это карточка Прости Что через столько лет Я прошу тебя Очень прошу Вернись ко мне 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 Ну что, доигрался Умней всех хотел быть А они тебя не послушались Бунтуют ведь И плевать им Что хозяин с бунтовщиками Икшается Все Сами себя Болен ты Болен ты Очень болен Поезжай Борисович Леонид Борисович Леонид Борисович Наташа Туда нельзя Я вас так ждала Дом окружен Все арестованы Постойте Кого-нибудь еще Успели оповестить? Никого Все случилось Так внезапно Вы возвращайтесь А я пройду Мимо дома Надо все проверить Я с вами Будет меньше подозрений Хорошо Что делать? Немедленно восстановить связь Со всеми организациями Ну вам нельзя Сейчас оставаться в Москве Нельзя Леонид Борисович Возможно Наташа Возможно Даже в России нельзя Возможно Немедленно восстановить Я господину Морозу Савва Тимофеевич Больны И никого не принимают Прекрасный день Не правда ли? Господи Леонид Борисович Сбежал вот Спрятался От опекунов От недругов Даже от друзей Ну а вы как узнали? У меня свой секрет И как вас теперь Прикажете величать? Зимин Господин Зимин Пришлось ехать инкогнито Всюду аресты Меня только случай спас Да Значит опять запахло порохом Да Вот увидите 905-й расколет Русь надвое Или-или Что пришли звать на баррикады? А я не могу Не могу стрелять Ни в кого Послушайте Савва Тимофеевич До сих пор вы были просто нашим другом Этого мало Надо идти дальше Но для этого нужна вера Другой характер А я мелкий рантье Живу теперь на доходы От своего Уральского имения А вообще смешно В молодости приват доцентом был Меня тогда химия колдовала В профессора опрочили Жаль на ногах вереги Сомнения, сомнения И никто не смог меня избавить от них Даже вы От Горького От Марии Федоровны Писем, конечно, не привезли Понимаю Революцию Должно быть Делают А вы Небось денег пришли просить, да? Так? Да что скрывать Очень нужны деньги Зафрактовал английский пароход Для переброски оружия В Россию Значит Действительно пожар раздуваете Это жена Пойдемте-ка отсюда Пойдемте-ка отсюда Пойдемте-ка отсюда Возьмите Это все, чем я еще располагаю Это оформлено На имя Марии Федоровны Андреевой Она знает, как надо распорядиться Да и вы тоже Возьмите Что не подведете Революции надежные предприятия Простите Революции надежные предприятия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Осторожно, Наташенька, вы теперь хорошо снаряжённая бомба И не забывайте об этом Не забуду Готовы? Войдите Вот именно А ведь помимо Бигфорда и Шнура У вас, Петр Наташ, ещё и запалы В три ряда Так что опасайтесь толчков и кавалеров А вы, Герман Фёдорович, паукив поклонниц Ой, Боже Ну вот, всё в порядке Прорепетируем Итак, поезд Париж-Москва По вагону идёт пограничный контроль, приближается к вам Как вы себя чувствуете? Ага Так, хорошо Теперь у вас попросили документы Спокойнее, спокойнее, спокойнее Не открывайте паспорт Подавайте сразу Так, чуть капризней, как пристало избалованной женщине Даже с оттенком некоторого раздражения Ну Так сюда Ну вот и хорошо Только Не переиграйте У жандармов глаз намётан, очень Кстати, запалы у Болгарина все забрали? Да, конечно Вот Это же больше, чем предполагалось Что, уже началось Боже мой Наташа, у вас зацелы? Кажется О, Евгеньевич, Евгеньевич Чёрт знает, что такое Ну, чёрт знает, что такое Вы пока не сплошили французов Собирайтесь После столь легкомысленного поступка Просто даже не знаю, как вам доверить, столь важное дело Наташа, не боитесь? Не волнуйтесь Хорошо Давайте прощаться Двое суток до самой границы не прилечь Ну Помните Вы идёте первыми Они шли первыми Доставка оружия в Россию Была одной из главных задач боевой группы ЦК Возглавлял группу Леонид Красин Этим оружием Сражались восставшие рабочие На баррикадах 1905 года Ваше происходительство Красин Фигура не совсем обычная в нашей практике Высокое общественное положение И неподражаемый конспиратор Сотни агентурных донесений Но ни одной прямой улики Разрешите? Вы ко мне? Да Одну минуту, я сейчас освобожусь Пожалуйста Передайте на утверждение Всего доброго, господа Здравствуй, друг Здравствуй, дружи Ну как живёшь? Хорошо, что ты пришёл Раздевайся Я тебе сейчас что-то покажу Ну? Знаешь, иногда Приходят забавные мысли в голову Садись Вот смотри Мы прокладываем электрический кабель По дну Невы Для большей прочности Он крепится чугунными муфтами Вот такими Отличные муфты для подводного кабеля А? Но главное Это же оболочка для нового типа ручной бомбы Вот сюда Врезается пробка И припаивается ударный механизм Не напрасно ты инженером стал Ей-богу Теперь можно всё поставить на широкую ногу Значит, муфту будем заказывать Тысячами На заводе Парвяйнен Представляешь? Чем больше Чем нахальнее Тем меньше подозрений Это хорошо Но как быть Вот с капиталом Нашего князя До деяний Ума не приложу Ну подумай сам Где я спрячу Четверть миллиона Да Слушай К нему по дороге Попутчик привязался Угости, говорит Стаканчиком Кахетинского Ты представляешь? Если бы он знал Что у него в бурдюке Да Отнять деньги у конвоя На центральной площади Тифлиса Такое мог сделать Только кому Вот жалко, что Каждый номер ассигнации Известим полиции С номерами Что-нибудь придумаем Где спрятать Через миллиона Где, где, где Вот что Пожалуй Нашему князю До деяни Придется на недельку Устроиться у нас Монтером А тебе Пойти в технике Смотрители Мне? Ага Если значит В руки берешь Один провод То ничего Ничего А если два сразу Тогда И да Ну как? Электричество у вас сегодня не гасло? Никак нет, господин управляющий. Хорошо. А видать, работенка у них. Тоже не сладкая. Да, не сладкая. Ведь может и шарахнуть. Может и шарахнуть. Да? Нет, Люба не смотрел. А что? Да, конечно. Надо отменить. Да. Савва застрелился. Зачем он это сделал? Смакует подробности. И ни слова о том, какой человек ушел. Ни слова. Зачем он это сделал? Боялся, наверное, своих мыслей, надежд. Революции больше всего, хоть мечтал о ней. Вот как бывает. Ну, конечно, узнаю светлейшего князя Де Диане. Где интересные женщины, там и он. Зачем обижаешь? У меня серьезные намерения. Самые серьезные. Ну, как, а? Глаз не оторвать, правда? Великолепно. Ну, вот вам за это и премия. Хорошо. Слушай, я давно хотел тебе сказать. В одном укромном местечке в сейфе хранятся 15 миллионов. Российского промышленного банка. А что, если мы их... Рискнем, Никитич? Я готов. Знаю я вас обоих. Это вам не пятый год. Нас и так мало осталось. Странно. Я думаю, что самое трудное это поднять людей на баррикады. А оказывается, куда труднее покинуть их. Неужели и вам придется уйти в подполье? Не знаю. Но, видно, подбирается. Третий обыск на квартире. Люба совсем издергана. А может, действительно исчезнуть? На время? Нет. Особенно сейчас. Тогда действительно попробуем все-таки, а? Деньги есть. Адские машины закупим за границей. Насчет денег еще ничего не известно. Папа, у меня получится. Ну, почему неизвестно? Непременно получится. Да если эти нежные ручки загримируют каждую ассигнацию... Ну, вот. По вашей милости, князь испорчен целых 500 рублей. Вместо восьмерки получилась какая-то жалкая уродина. Ну, зачем расстраиваешься? Я сказал, что мы сделаем экс. А эту? Постой. А может, оставим на память? М? На счастье. Эта царская ассигнация из 250 тысяч рублей экспроприированных комок в Тифлисском банке на Нуртой революции была спрятана в бутылку и зарыта на даче в финском селении Ахиярови. В 1934 году Буренин Евгеньевич отыскал ее и передал в дар музею Октябрьской революции в Ленинграде. В 1934 году в Ленинграде. Простите, что я нарушил ваше уединение. Мне нужно поговорить с вами в приватном порядке. Следователь по особо важным делам Панов. Угу. Пристраивайтесь. Мне поручено ваше дело. Чем могу быть полезен? Прежде всего, чистая формальность, ряд уточнений по материалам прежних допросов. Если не ошибаюсь, год рождения 1870-х. Да, не ошибаетесь. Отец дворянин, мать из крестьян, родились в Кургане, православный. Совершенно справедливо. Осенью 1887-го поступил в Петербургский технологический институт, уволен за участие в студенческих беспорядках, выслан в Казань. И опять Петербург. Ведь дирекция института к вам благоволила ввиду незаурядных способностей. Не так ли? Допустим. Но вы, вы, будучи призваны в армию, даже отказались от присяги государю-императору. Да, был такой грех. Все безупречно точно, но должен вас огорчить. Дальше моя жизнь вступает в совершенно иное русло и вряд ли представляет для вас какой-либо интерес. Вы уверены? Абсолютно. Этот человек вчера ночью с вооруженной группой пытался совершить нападение на тюрьму и освободить вас. Вам незнакомо это лицо? Нет. Нет. Я не знал этого человека. к сожалению. Но согласитесь, господин Красин, не из-за всякого арестанта идут на такой риск. Вот уже на протяжении трех недель ни вы, ни полковник Уранов не объясняете мне причину моего ареста. Я хотел бы знать, в чем меня все-таки подозревают. Вы пока как Красин вне подозрений. Но ваши близнецы Никитич Зимин и, если не ошибаюсь, еще и Винтер один был своего рода подпольным министром финансов, а другой сопредседателем Владимира Ульянова на третьем партийном съезде. А на четвертом даже делал доклад о вооруженном восстании, как руководитель боевой группы ЦК. Вы действуете от лица русской полиции? Разумеется. Но ведь я нахожусь в Выборгской тюрьме и арестован финскими властями. Да. Ну что ж, по законам княжества Финляндского меня без предъявления обвинения могут содержать здесь в заключении не более 30 дней, не так ли? Если не будет доказана ваша вина. Но обвинительные заключения на член ЦК большевиков Кращина будет подготовлено полковником Урановым и вас передадут русским властям. И тем не менее, я прошу вас обязательно напомнить финским властям, что 30 суток моего незаконного ареста истекают не 8-го, а 7-го апреля. Ведь в марте 31 день. Боюсь, сударь, что вы изволите шутить с верёвкой. Я затребовал всю переписку по этому делу и должен признать, Вильян Христофорович, что провалили вы это дело совершенно блистательно. Вот, читайте. Не обрисходите с твоего господина министра юстиции. Слух. Не обрисходите с твоего господина министра юстиции. Сообщаю вам, что вследствие недостатка данных требований финляндским властям о выдаче Кращина предъявлено не будет. Прокурор Санкт-Петербургской судебной палаты Корсак. Мы потерпели поражение, но не в дуэли с преступником, а с законом. Но, дорогой Валерийан Христофорович, полиции, не умеющие найти доводы, которые могли бы убедить закон, уже не опора государству. Так. И еще могу вас уведомить по последним агентурным данным. Красин был в Париже гостем Ульянова, а теперь уже в Берлин перебрался. Музыка. 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 Вы очень точный человек, почти немец. Говорят, что мы немцы-педанты. Назовем это лучше самодисциплиной. Не бойтесь, называйте все своими именами. Нашу нацию невозможно обидеть. Мы ведь великая нация, и очень уверены в себя. Позвольте без длинных предисловий задать вам один вопрос. Согласились бы вы, учитывая ваши знания и опыт по электротехнике, занять место представителя нашей фирмы в одной из стран Европы? После двух лет работы у нас совет директоров фирмы выдвинул вашу кандидатуру. Какую именно страну вы имеете в виду, господин генеральный директор? Вот это филиалы Семеншуков. Репутация фирмы открывает нам широкие экономические, да и не только экономические возможности повсюду. Но на одну страну мы возлагаем особые надежды. Нам нужен управляющий филиалом компании в России. Я очень сожалею, господин Красин, что мы с таким опозданием предлагаем вам место, достойное вашей высокой репутации. Дело не в этом. Я просто опасаюсь, господин генеральный директор, что по ряду обстоятельств не смогу принять ваше предложение. «Эти обстоятельства нам известны. Я же сказал, что мы немцы педанты всегда и во всем. Рекомендуем вам, господин Красин, обратиться к русским властям с официальным ходатайством о возвращении на родину. об остальном мы позаботимся сами. Надеюсь, в будущем вы не станете призывать к забастовкам хотя бы на наших предприятиях в России». Хоcnил «Ощупает ф Ek Wood» «Ощупает худ Combat» «Ощупает ф Christ India в море». С哈哈 majин意 «Ощупает тон beggарatie» «Меш numero «Ощупают treмп grounding day» «Ощупает б Tallinn止 burn». Разрешите прикурить Простите, не курю Не куришь, не пьёшь, эксы не признаёшь Боже мой Кому? И кипись, дорогой мой Разрешите обнять управляющего Германскими предприятиями в России Дорогие мои Вот это новое Боже, какие глупенькие Как дети Хороши, очень хороши Ну давайте чай пить Ведь слушать только кому А нас уже и слушать не хотят У меня-то уж точно Что? Только чай? Сегодня только чай А что бы ты хотел? Только чай Ну? В общем, всё построил на симуляции Это и помогло И всё? Ну, когда в Берлине я зашёл к тебе в больницу Врач сказал, что симулировать такое безумие невозможно И ты решил, что я действительно ревнулся? Леонид Ну, хорошо, а что было потом? А что потом? Потом Тифлис Там почти уже не мучили Правда? Видно, поверили немецким профессорам Даже из метягской тюрьмы Перевели в больницу Зашёл он как-то Извините В туалет Перепилил кандалы Выбил раму И пообрил вниз к реке Верёвка только оказалась гнилой Упал Упал Он сознание потерял Потом ещё куру переплыл Чуть не утонул Ладно Не об этом пришли говорить Ну, давайте, выкладывайте Хотя я догадываюсь, о чём пойдёт речь Ты же знаешь Нужна помощь нашим товарищам Следствие закончено Но помилования надежды нет Не пора ли действовать более решительно? Если приговор утвердят Организовать побег будет невозможно Не понимаю Это же самоубийство С вас глаз не спускают И вообще Кому всё это сейчас нужно? Ведь пятый год уже показал Нельзя лезть на рожон Что с тобой, Люка? Что ты говоришь? Говорю то, что думаю И давно Разве вы не видите? Все затаились Ушли в себя И неизвестно, сколько это продлится А вы Вы всё такие же, Дон Кихоты Что зная? Мы с ней давно уже этой темы не касаемся Как говорят немцы Теперь Любовь просто жена Только жена И мать моих детей И хорошо получилось Ну-ка, князь Показывай, где будем встречать Вот здесь Охрана Четыре полицейских поста снаружи Три внутри Стена каменная Семь жандармским управлением Выходит в берег Значащемуся под номером 30 В приложении к обзору РСДРП Инженеру-технологу Красину Разрешено возвратиться Из-за границы в Россию В случае прибытия названного лица В ваш город Установить за ним Самое тщательное наблюдение И обо всём заслуживающим внимания Уведомлять департамент При всём прилагаются Его фотографические карточки КОНЕЦ 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 КОНЕЦ